приветствую вас дорогие друзья на связи с вами алексей каширский на этом уроке мы с вами рассмотрим вопрос как сделать в бревенчатой стене вот когда мы моделируем сруб вот такие фигурные элементы то есть обратите внимание как у нас выглядит такой дугообразный идет элемент вот на данном уроке мы рассмотрим как это делается то что я сейчас буду показывать подходит практически для любой версии архикад вот вы можете использовать любой версии нам понадобится дополнение профайлер данном случае и так вот у меня есть стена я взял высоту ее 3 метра толщиной 250 дальше значит сруб заходим тут задаем толщину бревна я взял 225 окей окей так посмотрим на трехмерный вид вот у меня стена вот теперь мне нужно сделать вот здесь например вот такой вот вырез для этого смотрите что я делаю рисуем разрез переходим в разрез то есть нам нужно сперва нарисовать элемент который мы будем вычитать с помощью штриховки рисую придаю ему форму примеру сделаем вот так дальше прямо пусть идет он у нас сюда вот в принципе без разницы что у нас будет главное вот у нас получился элемент сейчас его на передний план перемещу вот такой элемент у нас будет дальше что я делаю давайте немножко даже выше поднимем чуть-чуть совсем теперь я его копирую делаю копировать перехожу в план и делаю вставить вот он у меня то есть я с помощью профайлера сейчас буду вот такой объект выдавливать выделяю заходим конструирование дополнение конструированию профайлер вариант у нас идет выдавливание от этажа на нулевой отметке пусть находится потом его подгоним по месту привязку взял по левому краю дальше материал возьму стекло голубое для чего чтобы у меня было прозрачно чтобы потом наглядно показать что происходит при вычитании поэтому в принципе любой материал можете брать тут разницы нет но я возьму стекло голубое чтобы он был прозрачным не можно стекло прозрачно взять окей все и теперь фиксирую начала и показываю куда буду выдавливать так мне надо вот в эту сторону что мне толщина влево ушла все без разницы толщину ли задаем любую главное чтоб толще стены она у нас была все еще раз в этой точке фиксирую профиль 1 пусть называется во вложенной библиотеке сохранить посмотрим что у нас получилось вот видите такой элемент получился немножко не в ту сторону да он у меня загнут ничего страшного его просто отзеркалим без разницы вот так он у нас теперь будет вот все хорошо так теперь я вот перетащу перейдем в план тут можно перенести дальше в разрез перейдем там уже по месту подгонять будем ответьте где он у нас вот теперь можно просто взяться и перенести так чтобы у нас совпали объекты вот все вот он у нас есть штриховка в общем то нам уже не нужна можете убрать смотрим вот видите как он нас входит в стену теперь что делаем заходим конструирование операции над объемными элементами пятнадцатом или шестнадцатом немножко возможно по другому этот пункт называется но смысл тот же самый то есть мы будем делать операции над объемными элементами дальше выделяем стену давайте вот так вот сделаем получить целевые элементы нажимаем видите один целевых элементов запомнено написано теперь выделяем тот объект который будем вырезать и нажимаем получить элементы оператора тоже один элементов оператора запомнено говорит дальше операция вычитание вычитание обязательно и делаем выполнить все видите вырезалась но теперь нам что нужно дальше сделать дело в том что просто так сейчас удалить этот объект нельзя видите восстановится то что было перетаскивать тоже в общем то нельзя если вы будете перетаскивать он будет видите в стене делать в том месте где объект стоит будет делать этот вырез вот поэтому такое предупреждение если потом вы захотите что-то перенести например стеночку перенести то обязательно нужно будет вот с этим элементом обязательно с вычитаем им элементом ее перетаскивать иначе у вас собьются настройки то есть стена станет такой как и было раньше для того чтобы этого объекта не было видно можно просто создать новый слой нажимаем control d слои либо через документ параметры слоев заходим и вы создаем новый либо вот спрятан сразу можно закинуть я сделаю новый слой 0 0 0 0 0 0 сделаем окей глазик вот смотрите закрываю окей и теперь что дело выделяю этот объект и перекидываю слой 0 0 0 все вот готово вот таким вот образом можно сделать такой элемент как у нас на картинке вот то есть можно любой абсолютно делать элемент таким образом то есть если вы хотите например где-то в стене сделать проем проемы можно как обычно делать вот с помощью окон например да тут у нас и с помощью дверей там есть у нас проемы так давайте сейчас параметры свернем проемы например да можно вот выбрать здесь и сделать какой-то а если вам нужен какой-то фигурный проем например сейчас у меня тут есть картинки вот примеру видите такой вот не совсем обычный проем не прямоугольной формы а вот так вот он идет с закруглениями скажем то вот этим методом который я сейчас вам показал это можно вполне даже очень легко сделать то есть опять же вы можете перейти в разрез здесь прямо на стене с помощью штриховки нарисовать как будет выглядеть ваш проем примеру давайте сделаем так дальше так сюда сейчас на глаз делаю вы можете сделать более точно все ну не буду дальше дуги делать сделаю вот таким вот образом вот такой проем мне нужен вот он у меня идет так чтобы штриховку выделить так нажимаю видите штриховку показывать щелку и и давайте опять же на передний план поставим чтобы видеть ее и копируем копируем дальше в план переходим нажимаем вставить все теперь делаем выдавливание с помощью профайлера окей толщину давайте теперь вверху ведем вот так вот все в последней точке еще раз щелкаю профиль 2 у меня будет называться все перетаскиваю сюда его эти главное чтобы он выходил за стены вот так таким образом вы можете работать на любом в принципе на любой стене то есть это не обязательно для бревенчатых для любых стен вот такие вот проемы можете делать так вот теперь давайте подгоним его по месту вот сюда все трехмерный вид перешли дальше значит опять заходим конструирование операции над объемными элементами получить так выделяем стену получить целевые элементы дальше выделяем объект получить элементы оператора и нажимаем вычитание выполнить все готово теперь мы этот объект перекидываем в нулевой слой спрятанный все готово если потом нужно будет подвинуть стеночку смотрите предупреждение обязательно включите сперва спрятанный слой потому что если я сейчас передвину то видите у меня все собьется поэтому для начала control d нажимаем control d на клавиатуре дальше слой открываем окей вот и потом только вот это все вместе перетаскиваете иначе у вас собьются все ваши вычитания все когда перетащили потом можете обратно этот слой скрыть спрятать окей все вот таким вот образом легко и просто можно делать в бревенчатых стенах проемы какие-то элементы украшения и тому подобное все на этом наш урок закончен попрактикуйтесь обязательно потренируйтесь если есть какие-то вопросы задавайте на форуме поддержки пользователей удачного вам дня и и в и и и